Доброго времени суток, друзья! Сегодня я снимаю небольшой ролик о заброшенной деревне. Ну и тут подвернулась такая информация, что я решил ее выделить вообще отдельным фильмом. Почему? Что произошло? Снимая вот эту заброшенную деревню, мы наткнулись тут на арабскую крепость. Ну и решили ее заснять, но не тут-то было. Проблема заключается в том, что все хода и все подступы к этой деревне были взорваны. Я начал мониторить эту тему и что получилось? Получилось то, что я выяснил, что во время гражданской войны ребята-интернационалисты взорвали эту крепость. Причиной взрыва было тому, что очень быстро наступали франкисты, им надо было отходить. Ну, вероятнее всего, они что-то там оставили и в попыхах взорвали, чтобы не досталось франкистам. Обследуя возле крепости небольшие такие вот пещеры, мы наткнулись на очень большое количество присутствия советских таких небольших артефактов. То есть это какие-то консервы, даже лопату там нашли, саперную советскую. То есть я это все потом покажу. Что я хочу сказать? Просто так, ну, по теории, да, просто так при отходе что-то так вот не взрывают, да? То есть если бы у них ничего не было, они просто ушли. Видимо, что-то они там оставили ценное. Возможно, я так подозреваю, то есть чем черт не шутит, может, это оставили тут остатки золота, которого в свое время не вывезли в Советский Союз. Ну, кто его знает? Ну, во всяком случае, мы эту тему проверим. И если мы это золото найдем, то мы вам его точно не покажем. Ну, вот артефакты и саму крепость, и немножко так мы вам это все покажем. Ну, просто вот сам факт мне очень поразил. Ну, давайте посмотрим. Оставайтесь со мной. Итак, друзья, находясь в этом красивом живописном месте, снимали мы заброшенную испанскую деревушку. Ну, и тема съемки была совершенно другой. Ну, вот так получилось, что столкнулись мы с очень интересным. Таким проявлением, да? То есть, осмотрев деревню, мы решили подняться вот эту крепость. Но столкнулись с тем, что возле крепости походить можно, а в саму крепость попасть нельзя. Когда мы искали пути, как все-таки попасть в эту крепость, мы обратили внимание, что очень много таких вот штолен и таких маленьких пещер, да? Ну, они все... И то есть, вот в этих пещерах мы находили очень много такой крестьянской утвари разной. Почему именно так, я тоже не знаю, но сам факт. Поднимаясь к крепости, тоже вот очень интересная тема такая, что вот сама вот тропинка такая узкая, да? Ну, вот как взрывали вот эти глыбы скал, так вот они лежат по разные стороны. Ну, и сами находки. Итак, друзья, как я и говорил, то, что мы нашли в штольнях, в маленьких пещерах там, я это все почистил, привел в божеский вид. И вот, что мы нашли. Мы нашли советскую гранату. Граната очень хорошая. То есть, кому нужна такая, пожалуйста, обращайтесь. В принципе, еще парочка есть в рабочем состоянии. Вот. Дальше. Вернее, вот эта лимоночка хорошая. Тоже в неплохом состоянии мы ее нашли. Потом мы нашли вот такие вот патроны. Вот. Патроны тоже неплохие. Вот это смосинки. Что еще? Да, мы нашли самое интересное. В одной штольне мы нашли вот такую советскую шляпу. Да, ну, он так, короче говоря, я потом посмотрел. Оказывается, такой пользовались мотоциклисты наши. Я был удивлен, но она сохранена просто обалденно. Вот это вот скопление, да. Вот это вот штык поломанный. Ну, в принципе, мы его не сильно реставрировали. Да, что-то мы его почистили. Да и все, он нормальный бак. Потом советская лопатка. Вот такая вот, тоже неплохая. Вот это все в таком нормальном состоянии было. Так что, вот таких следов мы нашли очень много. Но самое главное, пожалуй, это не гранаты, не лимонки. А это самое главное, что я ношу, это советская консерва. Вот, которая нам досталась. Вот тут мы ее нашли в одной из маленьких пещер. Там же, возле замка подорванного. И вот эта вот пещера. Как я ее смог, я так и восстановил эту. Остаток вот этой консервы. Очень интересная получилась тема. Ну, вот как бы так. Вот, и я вот это вот хочу вам сказать, что следы советских спец каких-то подразделений там присутствуют. Потому что много так найти невозможно. Ну, пожалуй, вот это все, что я хотел показать. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok